Пожар 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 На сей раз случилось несчастье. Нотр-Дам расположен на небольшом островке посредине сены Ля-де-Сите, который является старейшей частью города. Первые жители проживали там еще со времен Древнего Рима и кельтов. Строительство собора началось в 1163 году, и первый камень заложил римский папа Александр III. Через сто лет фронтальная часть собора и еще две колокольные башни были закончены. Собор продолжался строиться еще два столетия. Он строился в период ранней готики. Гиго пишет, что французские крестоносцы принесли арочную архитектуру с Востока. В соборе похоронено множество архиепископов. Там короновали и французских королей. Это в этом соборе Наполеон, не дожидаясь, пока римский папа возложит на его голодовую корону, сам вырвал ее из рук римского папы и возложил на себя. В нем же хранились священные для христианства реликвии, включая терновый венец, который одели на голову Иисуса Христа римские солдаты перед распятием. Его сумели спасти, как и множество других реликвий. Терновый венец можно было увидеть раз в году в Гудфрайде перед Пасхой. Пожар и случился за пять дней перед праздником. Установлены витражи собора, вот эти знаменитые витражи собора, были установлены сравнительно недавно, всего лишь более двухсот лет назад, в восемнадцатом столетии. Ежегодно собор посещало более десяти миллионов туристов. Гего писал, время является архитектором. Так и было с Нотр-Дамом на протяжении почти девяти столетий. Семь лет назад как раз праздновалось восемьсот пятьдесят лет со дня начала строительства. Сейчас время остановилось. Надолго ли? Собор будет восстановлен. Уже начали поступать пожертвования на реставрацию. Одним из первых был французский миллиардер Пино. Он пожертвовал сто миллионов евро. Ну и поступают и другие пожертвования, наверное, со всего мира. Сколько времени возьмет реставрация? Трудно сказать. После войны и Кельнский собор в Германии, и Римский во Франции были восстановлены после бомбардировок в течение десяти лет. Как сказал вчера премьер-министр Франции Макрон, собор будет восстановлен, ибо он является символом Франции, духом и частью французского народа. Через два дня один из самых значимых еврейских праздников – Писах. Освобождение еврейского народа из египетского плена, праздник свободы, праздник становления народа. 14 миллионов евреев живет в современном мире. Сегодня на планете насчитывается 7,7 миллиарда людей. Так что один еврей приходится на 500 жителей планеты. 7 миллионов человек живет в Израиле, 5,5 миллионов в Соединенных Штатах. Ну, а остальные полтора миллиона разбросаны по всему миру, в том числе на территории бывшего Советского Союза, где-то сейчас проживает 200-250 тысяч человек. Во Франции – 450, в Англии – 250. Евреев, конечно, немного, а антисемитизма достаточно. Вопрос. Ну, а кто же, кто же, кто, кто это такой еврей? Трудно найти единое определение. Можно сказать, еврей – это тот, кто исповедует иудаизм. Но это религиозное определение. Очевидно, что большинство советских евреев весьма далеки от него. Можно также сказать, еврей – это тот, кто ищет духовую основу современной жизни, изучает еврейскую историю, мудрость еврейского народа, знает его культуру, язык. Ну, это будет духовное определение еврею. Таких тоже не очень много. Иудаизм часто называют цивилизацией. Поэтому определение евреев – это какая-то культурная группа, разделяющая общую историю, литературу, традиции, но прежде всего судьбу самого всего народа. Но не столько национальность или раса, а вот сколько в смысле принадлежности к этой группе. Для многих из них иудаизм, его праздники, традиции или хотя бы какая-то часть – это путеводитель по жизни. Есть еще одно определение этническое, по которому еврей родился евреем. И дело не в том, что Верховный суд Израиля считает евреем того, у кого мать еврейка. Дело в том, что ребенок, родившийся в еврейской семье, осознает свое еврейство и через родителей, через бабушек и дедушек. Ну, а тот, кто не осознает, окружающий его мир зачастую ему может напомнить и соседей, и школы, и двор. Но советские евреи хорошо знают эту сторону еврейства. И пятый параграф в паспорте, так называемый шлагбам, четко указывающий, где евреям полагалось остановиться. Государственный антимитизм широко практиковался в Советском Союзе. Результат – 90% евреев уехал из страны. Да, это они преобразовали Израиль. Они не остались в стране и в Соединенных Штатах. Они привезли с собой не богатство, а знания, энергию, желание быстрее встать на ноги. Было ли это легко? В новой стране без знания языка? Конечно, нет. Было упорство, целеустремленность, работоспособность. В России исторически приобретали и антисемитские предупреждения, что во всем виноваты евреи. Накануне революции в Царской империи жило 5,5 миллиона евреев. Сегодня их численность уменьшилась в 20 раз. Казалось бы, ну, теперь Россия должна процветать. Ведь если какая-то группа людей, которая мешала процветанию, уехала, значит процветание должно наступить автоматически. Увы, этого не произошло, пока не наступило. Очевидно, есть какие-то и другие причины. Страна, любая страна может возместить очень многое. А вот утечку мозгов очень трудно восполнить. И сегодня, когда из России ежегодно уезжают 50-60 тысяч молодых, талантливых русских ребят, можно призадуматься, что-то неладно в королевстве датском. Этническое определение еврея можно сформулировать так. Еврей – это представитель своего народа, который разделяет его культурное и историческое наследие, вытекающее из общего еврейского опыта, его традиций, характера. Можно вообще сказать еще проще. Еврей – это тот, кто считает себя евреем. Но так на этом ли заканчивается определение еврея? Ну, конечно, есть еще какие-то группы. Ну, например, ортодоксальные евреи. До XIX века были всего лишь Ашкеназии и Сефарды. Хасиды были противники, традиционное консервативное еврейство. Еврейство местечек Литвы, Белоруссии, Украины, так называемое Митнагрим. А ортодоксальных евреев в то время не было. В те времена евреи, особенно жившие в Германии, решили реформировать традиционный иудаизм, модернизировать его в духе эпохи просвещения и рационализма. Но были евреи, которые выступили против такой модернизации. Они и стали ортодоксами. Вообще, это слово «ортодокс» в переводе с греческого обозначает это приверженец чего-то старого, того, что формировалось столетиями, приверженец к первоначальному, каким-то первоначальным истокам. Ортодоксы – это та часть иудаизма, которая наиболее сопротивляется изменениям, утверждая, что Тора, Дана Моисея и Насинаи, и ни один закон ее не может быть изменен, даже если это каким-то образом противоречит современной жизни. Если современная идея, к примеру, ну, возьмем феминизм, она вступает вот такая идея в конфликт с традиционным учением иудаизма, то традиции всегда преобладают. Так женщины в ортодоксальных семьях сохраняют свою традиционную роль домохозяек. Но женщина не может стать, например, раввином в синагоге. Женщины сидят отдельно от мужчин. Основы веры и практика ортодоксальных евреев заложены в Талмуде и своде законов, которые называются Халаха. Из американских 5,5 миллионов евреев где-то порядка 7% считают себя ортодоксами. 40 лет назад их было больше – порядка 10-11%. Есть еще евреи-реформисты. Реформисты верят, что еврейские традиции всегда были в постоянном изменении. Они ведут свои истоки с начала 19-го столетия в Европе, когда евреи в результате эмансипации вышли из гетто, и во многих странах евреи получили те же права, как и остальные граждане. Реформисты утверждают, что евреи должны знать традиции, но приспосабливать их к современной жизни. Они были первыми, объявивши полное равноправие женщин. В реформистских синагогах женщины могут исполнять обязанности равенно. В таких синагогах службы – это комбинация традиций и современности. Сегодня в США порядка 40% религиозных евреев принадлежат как раз к реформистским синагогам. Есть еще одна самая большая группа – это консервативный иудаизм. Его основали немецкие евреи, эмигрирующие в Соединенные Штаты, которые объединили и еврейскую этническую принадлежность, и еврейский закон Халлаха в свете современной истории. Это консервативное чечение иудаизма стало очень привлекательным для евреев-эмигрантов из Восточной Европы. Это философская и теологическая основы консерватизма. Это что-то среднее между ортодоксами и реформатами. Евреи принимают еврейские законы, но уже со среди 80-х годов они начали принимать женщин как раввинов. Люди, знакомые с историей христианства, слышали слово «фарисеи». Слово это, как в русском, так и в английском языке, имеет совершенно противоположный смысл первоначальному. Связано это с тем, что в Новом Завете Иисус Христос говорил о фарисеях как лицемеров. Но в реальности фарисеи во времена Иисуса Христа – это была политика, религиозная партия. Мы могли бы сегодня ее назвать либералами. Фарисеи были первыми раввинами. Многие изучения Христа взято из изучения фарисеев. Он и выдающийся еврейский учитель фарисей Гилель проповедовали золотое правило религии. Только у Гилеля оно было изложено так – «Не делай другим того, чтобы ты не хотел, чтобы другие делали тебе». А Иисус проповедовал его в утвердительной форме. Иисус Христос говорил – «Делай другим то, чтобы ты хотел, другие делали для тебя». Для христиан Бог присутствует как в физическом теле, так и в жизни своего Сына Иисуса. Для евреев Бог присутствует в словах Торы. Слово, оно не превращается в человека, оно остается словом. Партия, которая была в оппозиции к фарисеям, называлась Саддукея. Они считали, что Тора не нуждается в интерпретации, а следует строго соблюдать дух писанного закона. Иисус Христос, как и фарисей, проповедовал, что наиболее важное качество Бога – это есть Его любовь к людям. Фарисеи установили ежедневные религиозные службы в синагогах, произносили краткие молитвы перед трапезой и, конечно, обязательное пожертвование членов общины в пользу нуждающихся. Это фарисей Хиллери сказал, если я не за себя, то кто за меня, но если я только за себя, то зачем я, и если не сейчас, то когда. А вот другой видный фарисей, возглавлявший другую школу иудаизма, Шамай, учил – говори мало, а делай много, и приветствуй людей с радостью. Первые раввины были фарисеи, хотя в то время такого титула не существовало. Вообще существует три группы таких еврейских учителей, живших в разное время. Первая группа – это Танаем, они жили в Израиле в 70-х годах нашей эры до 200-го. Это они начали, написали Мишну наиболее фундаментальную и влиятельную коллекцию учения иудаизма. Слова Тана означает учитель, а вот вторая группа – Амараем, они жили позднее, они жили с 200-го по 550-й год нашей эры в Израиле и Вавилоне. Это они написали комментарий к Мишне – Талмуд, и его еще и называли Гемара. Талмуд является всеобъемлющим фундаментом иудаизма. Амара – тоже это слово обозначает учитель или просто инструктор. Была еще и группа Гаонов, они жили в Вавилоне еще позднее, с 7-го по 11-й век нашей эры. Они канонизировали Талмуд, установили практику, записали разъяснения на все вопросы, возникавших в еврейских общинах. Еще одна группа евреев – хасиды. Хаситизм – это секта иудаизмы, которая началась в начале 17-го века. И в начале она очень сильно процветала в Восточной Европе. Основатель хаситизма был Баал Шефтов, живший на Карпатах. Это буквально перевод этого слова обозначает «мастер доброго имени». Его так и называли «бежд» – краткая второго форма Баал Шефтов. Он проповедовал, что Богу можно молиться просто, индивидуально, что Бог – это радость, что Богу не нужны постные, скорбные лица, что Богу нужны не столько пышные синагоги, сколько искренность человеческого сердца. Для хасидов молитва, служба в синагоге – это не торжественное мероприятие, это большая радость. Лучше слов – пение, молитв, сопровождающие танцами, которые еще больше выражают радость человека, радость человеческого обращения к Богу. Учителя хасидов называются цадиками. Один из них, рабе Зусе, говорил, «Когда я умру, Бог не спросит меня, почему из меня не получился Моисей, он спросит, почему из меня не получился Зусе?» Существуют сборники хасидских легенд, хасидские мудрости. Из мистического хасидизма и родилась Кабала. Его лидеры были глубокими духовными мыслителями, оставившие после себя огромную мистическую литературу. С самого начала хасидизм раскололся на множество групп, во главе которых стоял свой учитель, и его руководство передавалось по наследству. Так возникли известные хасидские династии, такие как Любавичи, такие как Затмор, как Гер, имена эти взяты из тех мест, где они жили. Одежда хасидов мало изменилась с 18-го столетия, которые они носили в полче. Это длинные черные сиртуки и шляпы. Без хасидизма, пожалуй, не было бы незажигательных еврейских мелодий, еврейских легенд, афоризмом и той мудрости, которая является неотъемлемой частью языка иудаизма. Но, как вы знаете, есть еще две группы евреев. Ашкенасия и Сефарды. В средние века евреи уже проживали почти во всех странах Европы. Их судьба во многом зависела от воли тех князей, королей, поданными которых они являлись. Евреи Испании и Португалии оказались под властью мусульман. А евреи Франции, Германии, Италии, Англии жили под властью христианских царей и христианской церкви. Вот эта первая группа евреев Испании и Португалии называли себя Сефардим. То есть на хибру так называлась Сефара, это так называлась Испания. Остальные евреи назывались Ашкеназии. Это такое имя на хибру носила Германия. Отсюда и развитие двух направлений еврейской культуры. У сефардских евреев преобладает поэзия, философия Ашкеназии внести вклад в детальном изучении еврейского закона. До сегодняшнего дня видны различия этих двух групп не только в языке Ашкеназии. Это идыш, это смесь средневекового немецкого языка и многочисленных славянских слов. А ладина – это смесь испанского с хибру. Ну, есть и различия и в еде, танцах, песнях. Постепенно из сефарда и Ашкеназии начали в силу ряда исторических причин перетеляться в Европу. Евреи были изгнаны из Англии в XIII веке, из Франции в XIV, но потом произошло изгнание евреев из Испании в 1492 году. Кстати, этот год – это начало путешествия Колумба на открытие нового пути в Индию, пока он не доплыл до Америки. Сефардийские евреи Испании, спасаясь от Квинзийца, эмигрировали в Южную Америку и на территории Османской империи. Ашкеназии, особенно из России, спасаясь от погромов, устремились в Северную Америку. Сегодня, в сегодняшнем Израиле, и Ашкеназии, и Сефарды по численности почти равны. Еще одна тема, о которой хотелось бы сказать – сионизм. Прошло более двух тысяч лет, когда еврейский народ был издан из Эриц Израиля, страны, которая всегда оставала в центре всех еврейских чувств и помыслов. Римами в 70-м году разрушили храм и переименовали Иерусалим, назвали его Элия Капитолина в честь римского императора Элия Адриана. Они запретили евреям проживать в Палестине. Казалось бы, все, конец. Но народ выжил в Россейне, и ежегодно на пасхальном седоре повторяет 137-й псалом, составленный во время первого еврейского пленения в Вавилоне. Это шестой век до нашей эры, и который содержит всем хорошо известную клятву. «Если я забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет моя правая рука, пусть язык мой прилипнет к гортани». И заключительный стост, тост праздника Пейсаха. В следующем году в Иерусалиме. На протяжении веков, даже при самых невыносимых обстоятельствах, небольшое количество евреев оставалось жить в Элиц-Израиль. В течение долгих веков мусульманского господства над страной Израиля исламские лидеры по-разному обращались с евреями. Иногда действовали, как самые жестокие угнетатели, а порой немножко мягче. Когда крестоносцы захватили Иерусалим, они убили всех живших там евреев, включая женщин и детей. И тем не менее, евреи никогда не прекращали возвращаться, чтобы жить и умереть именно здесь. Сделаем, давайте с вами небольшой перерыв и продолжим профессионизм.